Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина и в рамках марафона по контенту мы учимся с вами быть более уверены на наших с вами видеороликах, а также мы ищем харизму. И данный видео урок это под номером АКМАЗ-2. Итак, я хочу с вами поделиться таким вот интересным, большим секретом, но прежде чем я расскажу об этом секрете, я хочу вам сказать вот какой деталь. Вот харизма, харизма, ваша собственная харизма, как можно ее определить, когда вы общаетесь с незнакомыми людьми, вот первое впечатление именно незнакомых людей и есть ваша собственная харизма. Если вы точно знаете, что у вас сегодня там будет встреча с незнакомым человеком, и именно вот это вот первое впечатление зависит от вашего успеха, да, то в принципе вот эти четыре правила, которые я вам сейчас покажу, их обязательно нужно применить. Итак, первое правило это вызвать у вашего собеседника положительные эмоции. Второе правило вызвать у вашего собственного собеседника чувство доверия, то есть он должен почувствовать, мне сказать, он должен вам довериться, он вам должен доверять. А третий пункт это ваш собственный собеседник должен почувствовать уважение, то есть он должен почувствовать, что вы его уважаете. И последний пункт. Вы должны быть максимально сконцентрированы на данном собеседнике. Ну вот, в принципе, такие вот легкие правила. И сегодня мы с вами разберем именно первое правило, а это положительные эмоции. И, в принципе, если брать реальную жизнь и реальных людей, то это очень сделает легко. Достаточно зайти в то или иное помещение и просто-напросто улыбнуть свои собственные естественные улыбки и поздороваться с людьми. А мы знаем, что наш видеоролик, который мы записываем и выставляем на YouTube-канал, любой видеоролик, любой видеоролик, это возможно, да невозможно, это 100% с вами будут знакомиться те или иные незнакомцы. И мы также должны вызвать первые впечатления о нас. Каким образом мы должны использовать это первое правило. Ну, наверное, вы много раз слышали, и я думаю, что не только от меня, что когда вы включаете видеокамеру, первое, что вы должны сделать, это улыбнуться. Хочу сказать, что в течение того, когда вы вещаете вашу собственную видеокамеру, вы не должны об этом забывать, и в течение своего видеоролика вы периодически улыбаетесь себе видеокамерой. А также, прежде чем вашу речь вещать также в камеру, вы, в принципе, представляетесь зрителю, называете ваше имя и фамилию. В принципе, здесь очень легко, самое интересное будет впереди, я вам расскажу на следующих уроках, и ваше первое задание очень даже интересное. Итак, что вам нужно сделать? Вы сегодня должны собрать пять, пять добрых утр, или, например, добрый вечер, или добрый день, в зависимости от того, от времени суток, когда вы выйдете на улицу, и когда вы будете общаться с незнакомыми людьми. То есть, вы ходите на улицу, встречаетесь с незнакомым человеком, улыбаетесь, и говорите, в зависимости от времени суток, доброе утро, добрый день, либо добрый вечер. И вы должны собрать пять вот этих вот добрых утр, там, вечер, или день. Хочу сказать, что, возможно, вам повезет, и вы сразу поздоровите с пятью и с незнакомцами, и вам, ну, получите сразу вот этих вот пять добрых утром, там, добрый день и добрый вечер, да? Но, возможно, вам придется потрудиться и поздороваться не с пятию человеками, а с двадцатью или даже с тридцатью человеками. Я хочу сказать, что люди наши все неординарные, и вы получите абсолютно три разных ответа. Первый и второй я хочу увидеть в чате. Прямо напишите, какие вы ответы получили. Ну, соответственно, третий вариант – это вот как раз вот получите ваше домашнее задание. Соответственно, второе задание. Где-то там у меня на лиху, у вас уже дожидаются пять предложений, вы, не задумываясь, правильно вы поняли, неправильно, пишите на каждое предложение по пять-шесть ответов. Пять предложений и на каждое предложение по пять-шесть предложений. Я вам обязательно отвечу на шестом занятии, для чего мы это делаем. Ну, а с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.